добрый день дорогие мои друзья вы находитесь на канале галина коломейка кройка и шитье итак сегодня мы поговорим с вами о юбочках в складку какая особенность есть в этих конкретно покроях мы сегодня с вами об этом узнаем для примера я хотела бы вам показать вот такую вот юбочку нас не будет сегодня интересовать с вами кокетка мы просто посмотрим как выполнять правильно вот такие складки чтобы они лежали гладко и внизу никогда у нас не расходились для этого нам понадобится мы нарисовать вот такой технический эскиз и подготовить вот такое техническое задание значит что мы здесь с вами видим мы видим что юбочка имеет слегка расширенное небольшое расширение к низу то есть а-образный такой силуэт у нее складки застрочены где-то до середины бедер может быть немножко ниже до уровня бедер вот уровень перли немножко ниже застрочены и заутюжены при этом три складочки впереди встречные складки это называется у нас по бокам складочек здесь нет и точно такие же три складочки сзади вот на примере такой простой юбки мы сейчас с вами разберем как же нужно делать правильно эти складочки чтобы никогда они внизу у нас не расходились наши исходные данные полуобхват талии 36 бедра 48 длина изделия 60 конечно же прибавка по талии 0 и прибавка по бедрам 0 вот такую юбочку мы сегодня с вами будем строить для того чтобы выполнить эту задачу мы берем с вами будем мы это делать сразу на ткани и так для того чтобы понятно как это было делать мы с вами представим себе что перед нами лежит стол перед нами стол а на столе лежит ткани вот это ее сгиб вот это низ ткани 60 сантиметров у нас длина изделия поэтому я рисую линию талии на этой ткани вот здесь у нас сгиб здесь где-то у нас кромка и так перед нами вот здесь линия низа давайте точку n поставим и вот это линия талии я отложила от точки n до точки т 60 сантиметров вниз я откладываю 18 сантиметров и получаю линию бедер мы нарисовали линию бедер теперь смотрим с вами на технический эскиз внимательно положим его к себе вот так мы нарисовали серединку нашей юбочки то есть мы находимся сейчас с вами сгиб ткани лежит у нас вот здесь мы видим что по центру у нас юбочка складка у нас встречная поэтому мы должны сначала от сгиба отложить величину этой складки как определить размер нашей складочки любые складки всегда рассчитываются у юбок я имею ввиду всегда рассчитываются не по линии талии рассчитываются по линии бедер вот это у нас буква b если вы рассчитывать если вы не будете рассчитывать складки по линии бедер они у вас обязательно не соответствуя в закрытом виде размеру ваших ваших бедер они обязательно будут расходиться поэтому наша задача сделать такую юбочку построить такую юбочку чтобы в закрытом виде наши складочки составляли общий объем равный полуобхвату бедер то есть нашим бедрам и поэтому мы начинаем смотреть какая это первое второе какая глубина складки должна быть обычно глубина складки 4 5 редко 6 сантиметров на уровне бедер я опять же повторяю так как у нас складочка встречная вот она встречная складка идет по центру значит сюда 4 линия бедер у нас вот она значит сюда 4 сантиметра внутри и сюда 4 сантиметра то есть глубина складки на этом уровне 4 сантиметра поэтому мы сейчас должны отложить от линии сгиба вот сюда два раза по 4 4 и 4 мы должны отложить 8 откладываем 8 сантиметров и рисуем вот такую линию затем опять обращаемся к нашей юбочки смотрите полуобхват бедер у нас 48 сантиметров значит вот здесь вся ширина передней половинки 48 а половинка будет 48 разделить на 2 получится 24 половинка то есть четверть нашей юбочки будет 24 сантиметра это боковой шов это середина переда я вижу что моя юбочка моя вторая складка находится примерно на удаление одной трети этой величины от центра то есть 24 я бы разделила на 3 получилось бы 8 значит два раза по 8 я отложу до начала 2 складки то есть здесь 16 вот это расстояние 16 сантиметров а вот это расстояние 8 сантиметров поэтому я сейчас нарисовав складочку и пометив ее вот таким вот крестиком это невидимая часть складочки откладываю видимую часть видимая часть 16 сантиметров вот я ее отложила нарисовала начало следующей складки так как складка у нас встречная то ее глубина уже с одной стороны 8 из другой 8 будет 16 сантиметров я рисую откладываю 16 сантиметров и рисую вот эту складочку вот она встречная складка мы оказались с вами вот в этой точке и откладываю 8 сантиметров 8 сантиметров у меня получается боковой шов вот так я разметила на ткани желаемые мои участки для складки и для вот этого ткань вот эта ткань это невидимая часть ткани это видимая видимая а вот это невидимые части затем начинаем оформлять сами складки самое главное правило которое вы должны помнить и знать использовать его всегда это правило звучит так любая складочка также как и шлица оформляется всегда с небольшим отведением что такое отведение это маленькое расстояние по линии низа на которое мы увеличиваем видимую часть посмотрите вот это у нас видимая часть так я беру и увеличиваю ее на 1 сантиметр вот с этой стороны и и уже буду сметывать свою складочку по сиреневой линии увеличиваю видимую часть по линии низа с другой стороны и видимая часть у меня представляет из себя уже не прямоугольник а вот такую легкую трапецию это значит моя склады моя юбочка в сметанном закрытом виде складочки будут немножко расходиться к низу то есть юбочка будет иметь раскрешение точно так же я поступаю вот с этой видимой частью я от выполнения ответ выполняю отведение по линии низа вот таким образом и я сузила невидимую часть и расширила видимую часть вот таким образом я оформила ну как мне оформить боковой шов во первых вспомним давайте про раствор вытачек посмотрим снова на мерочки нашей юбки бедра у нас 48 талия у нас 36 так как прибавки у нас нулевые то сумма всех вытачек будет равна 48 отнять 36 получится 12 раствор и вытачек боковая вытачка будет равна 12 разделить на 2 получится 6 передняя вытачка у нас обычно 6 разделить на 3 получится 2 и задняя вытачка у нас обычно то что останется 6 отнять 2 получится 4 вот такой стандартный расчет вытачек и складываем вместе у нас 12 проверяем да попробуем применить эту схему для нашей юбочки и так боковая вытачка у нас 3 сантиметра поэтому мы вот от этой точки сюда откладываем 3 поднимаемся наверх на полтора сантиметра и оформляем боковой шов вот таким вот образом ну и конечно добавляем расширение по линии низа я бы добавила незначительное скажем 2 2 с половиной сантиметра не больше 5 сантиметров добавлять тоже конечно можно но вы получите достаточно широкую книзу юбочку вот так я бы оформила как будет выглядеть моя линия верха вот так вот я сюда приду ну и дальше уже я должна вот это все обвести вот так я построила переднюю половинку переднюю половинку юбочки точно так же я строю и заднюю половинку юбочки посмотрите вот она у меня построена уже чтобы было времени поменьше у нас тратилась я не буду ее даже обводить да точно так же я построила заднюю половинку юбочки вы ее видите, вот это вот у нас сгиб, да, и навстречу мы строим. Что нас сейчас интересует? Нас интересует вот это отведение, которое я выполнила, вот это вот невидимая часть, это невидимая часть, вот эти две видимые части у нас. Значит, мы измеряем талию и проверяем, что у нас получилось. Что я здесь вижу? 15 сантиметров. Так, здесь прибавила 19. Значит, здесь у меня 19 сантиметров. Что я вижу здесь? Здесь, наверное, у меня будет также 5 и... Так, и здесь тоже у меня 19 сантиметров, да. А мне сколько надо? 19 и 19, 38. А мне надо 36 сантиметров. И мы знаем, что сзади складочки должны быть, конечно же, побольше. Поэтому 2 сантиметра лишних, которые у меня сейчас получились, я отложу, я заберу вот здесь на спинке. То есть, сюда отложу 1 сантиметрик и сюда отложу 1 сантиметрик и оформлю свою, переоформлю свои складочки сзади. Посмотрите, каким образом. То есть, сохраняю величину по линии бедер и увеличивается в некоторой степени вот это вот отведение. Здесь оставим как есть и получится у нас вот такая вот картинка. Ну и, понятное дело, что я оформлю, оставлю таким же боковой шов. Вот. Вот это у нас получилось, то есть, то есть, я подрегулировала свои выточки и на спинке у меня теперь юбочка выглядит вот таким вот образом. И, собственно говоря, можно было бы на этом поставить точку, но я хочу вам сказать еще одну очень важную вещь. Посмотрите, каким образом вы будете оформлять припуски. Давайте посмотрим, это на передней половинке юбочки. Итак, нам нужно... Вот это вы разрисовали ткань. Нам нужно нарисовать припуски. Вы добавляете к боковому шву, скажем, 2 сантиметра. Это у вас пойдет страховка. По линии низа вы прибавите, скажем, 5 сантиметров или 4. К сгибу вы ничего не прибавляете. Так, оформляем боковой шовчик. Вот таким образом. Дальше у вас идет припуск полтора сантиметра наверх. Вот так, да? Потом, вот здесь тоже будет полтора сантиметра. Сантиметр, полтора, полтора, даже много сантиметров можно вот здесь брать. Припуск наверх, да? А теперь вот обратите внимание, как вы будете оформлять внутри складки припуски. Вы вот так вот подниметесь на сантиметра полтора и нарисуете на ткани вот такую вот картинку. То есть вот так вот, забавно, зелененький цвет, вот это все будут у вас припуски. Вот это такие странные будут припуски. Почему такие странные? Потому что, как вы дальше будете с такой юбочкой работать? Вы будете же эти складочки сметывать друг с другом. Потому что примерка вашей юбки должна быть в закрытом виде. Вы же потом их все будете утюжить. И вы должны убедиться, что она в закрытом виде будет лежать во вашей фигурке безупречно. Поэтому вы каждую складочку вот так сметаете, разложите навстречу друг другу. Это будет передняя половинка. И как-то припуски вот в этом месте внутри этой складочки нужным им образом оформятся. Выполните примерку, уточните по линии талии свою юбочку. То есть выполните, найдете на примерке, уточните линию притачивания своей пояса к своей юбке. Да? Потому что она у всех может меняться понемножечку, но она может меняться. Отдельно об этом я всегда рассказываю во всех своих уроках. Например, в видео школы, пожалуйста, если вы там еще не учились онлайн, вы можете перейти на сайт kolamika.ru и посмотреть в деталях подробности, как это делается. То есть обязательно нужно на примерке уточнять линию талии и затем только после осноровки отрезать все лишнее. И когда вы будете выполнять осноровку, вот эти все припуски, которые здесь были даны на страховку, они все подрежутся, станут нужной формы, будут аккуратными и будут все припуски входить в ваш пояс. Вот на этом разрешите сегодня мне нашу встречу закончить. Мы рассмотрели, как мы будем строить вот такую юбочку, если она у нас заутюженными вот такими вот складками. Итак, подписывайтесь на мой канал, приходите на мои занятия «Очные в Москву». Всегда Ваша Галина Коломейко.